Девять вопросов, касающихся каждого. Накануне состоялось очередное 28-е заседание Думы города Губкинского. Говорили об экономической, социальной, законотворческой и других видах деятельности. Один из вопросов – изменения в устав. Мы всегда очень трепетно относимся к изменениям в устав, потому как это фактически главный документ, по которому живёт город. Сегодня внесены поправки, которые в том числе определяют полномочия администрации города. Например, в части молодёжной политики эти полномочия расширены. И это напрямую влияет на деятельность наших органов власти. На заседании Думы депутаты подвели итоги работы за прошлый год. Так, в 2023 году провели 88 личных приёмов. На них поступило 90 вопросов. По всем полученные разъяснениям, было проведено 11 заседаний и 8 заочных голосований. Принято 86 решений, включая 6 протокольных. Депутатский корпус в 2023 году сработал консолидированно. Все принятые решения, они были приняты в интересах граждан. Работу депутатов оценил и глава города Андрей Бондурко. Я хочу вас поблагодарить за совместную работу и уверен, что в 2024 году мы продолжим. Накануне заседания депутаты работали в комиссиях. Там было решено продлить сроки контроля по нескольким вопросам, среди которых комплексное развитие транспортной инфраструктуры. В 2023 году выполнен капитальный ремонт дорог по проспекту Мира и улице Железнодорожной, а также ремонт двух проездов и одного внутриквартального проезда. Говорили на заседании и о программах по переселению из Ямала-Ненецкого автономного округа и о строительстве жилья. Мы сегодня услышали, что количество площадей и строительства домов увеличивается. Наш город Губкинский занимает второе лидирующее место по строительству вообще нашего жилищного фонда. Это, конечно, очень радует, когда наши горожане будут жить в комфортных условиях. Отметим, что вопрос строительства и расселения ветхого и аварийного жилья находится на постоянном контроле депутатского корпуса. Также на заседании Думы был заслушан доклад представителей правоохранительных органов. Завершен очередной этап деятельности отделения Министерства внутренних дел «Губкинская». Обеспечена охрана общественного порядка при проведении 27 культурно-массовых мероприятий, в которых всего приняли участие около 24 тысяч человек. Раскрываемость преступлений в Губкинском растёт. Всё больше внимания уделяется профилактическим мероприятиям. Следующее же очередное заседание Думы состоится 6 июня. Марина Ефремова, Элина Чикина-Тинкус, Денис Гонцов. Новости Губкинского.